всем привет вы на канале интересно и познавательно и сегодня мы поговорим как правильно промывать нос в домашних условиях чтобы раствор не попадал в слуховые проходы какие приспособления можно для этого использовать и обсудим растворы для промывания одним из самых быстрых и безопасных способов устранения насморка и слизи и простудного и аллергического происхождения является промывание носа противобактериальными или противовирусными растворами которые мы с вами и обсудим с помощью подобной процедуры удаляется и слизь и вирусы и бактерии грибки что обеспечивает лечебный эффект так как активизируется работа микро ресничек слизистой оболочки носа уменьшается и отек и воспаление и повышается тонус капилляров промывание носа удобно проводить с помощью специальных приспособлений например есть система аквамарис которую вы наверно уже знаете или видели или используете которое есть устройство похожее на дельфинчик также такие устройства есть и у других производителей разница лишь в цене если у вас такого устройства нет то можно использовать обычный заварник с узким тонким горлышком конечно это будет не так удобно как специальное приспособление но лучше так чем никак кому назначают такие промывания но прежде всего пациентам с гайморитами этмоэдитами фронтитами аденоэдитами также пациентам с острым ринитом урвеи и аллергическим ринитом также после хирургического вмешательства на слизистой оболочки носа также назначают часто болеющим пациентам и используют как составляющую ежедневной гигиены что особенно актуально для лиц работающих на пыльном производстве спортсменам и детям в период сезонных простуд достоинством такого промывания является безопасность и удобство раствор для промывания подается в полость носа самотеком без давления и промывает нос по всей длине носовых ходов с поверхности слизистой носа удаляется патологический секрет вместе с вирусами бактериями аллергенами пылью как следствие уменьшаться и отек и воспаление и повышается тонус капилляров такую процедуру можно проводить и детям и беременным и кормящим женщинам так как раствор не обладает сосудосуживающим эффектом сейчас давайте обсудим растворы для промывания потом перейдем к самой методике выполнения данной процедуры на слизистую оболочку носа благоприятно влияют микроэлементы и соли средиземного моря потому что там ионы кальция и магния которые стимулируют обновление клеток эпителия слизистой оболочки носа повышают устойчивость и к вирусам и бактериям также в составе таких солей есть йод и хлорид натрия они обладают антисептическими свойствами и активизируют защитные функции слизистой также там имеются ионы цинка и селена они оказывают антиоксидантный эффект стимулируют местный иммунитет носовых пазух также в солевые растворы очень полезно добавлять эфирное масло мирта обыкновенного это прекрасный антисептик он оказывает тонизирующие действия при риносинуситах бронхитах тонзилитах также нужно добавлять эфирное масло бессмертника итальянского это мощное антибактериальное средство против стафилококковых вирусов она прекрасно применяется при ринитах синуситах фарингитах бронхитах и орвии если у вас нету соли средиземного моря то можно использовать обычную соль и даже добавлять соду а для усиления противовирусного эффекта раствор можно добавить одну-две капли йода так как йод обладает противовирусными свойствами особенно против вирусов гриппа также в качестве противобактериальных растворов можно использовать раствор фуроцелина или отвар полевого хвоща а против стафилококков и стриптококков можно использовать отвар эвкалипта но предварительно убедившись что у вас нет на него аллергии и так как же правильно промывать нос используя специальное устройство необходимо встать перед раковиной или ванной наклонить голову вперед прижать подбородок груди и слегка повернуть голову в сторону теперь внимание открываем рот это делается для того чтобы раствор не попадал слуховые проходы плотно прикладываем кончик устройства ноздри и немного наклоняем устройство так чтобы раствор начал поступать из кончика носика в носовой ход если вы все сделаете правильно то есть противоположные настри начнет вытекать раствор для удаления остатков раствора и слизи из носа вам будет нужно внимание не меняя положение головы то есть голова находится прижата подбородком к груди и повернута в сторону и в этом положении не закрывая ни одной здоровым две то есть двумя lernen и вы выслали вы сначала начали голова на бок вы выспаркались затем голова прямом положении но она наклонена вниз и опять п anginatis потом вы поднимаете голову в прямом положении и вы опять вы см а клейти обязательно двумя затрали не надо закрывать 1 нас д boredу как и мы обычно делаем потому что раствор может попасть в слуховой проход. Затем мы точно такую же процедуру повторяем с другой ноздрю. Когда вы проделаете полностью всю процедуру, какая-то часть раствора, она все равно останется в проходах. Поэтому вы высмаркиваетесь и дальше двумя ноздрями или если очень уж хочется, вы можете закрыть одну ноздрю, но при высмаркивании обязательно открывайте рот. Тогда слуховые проходы внутри перекрываются и раствор туда попадать не будет. После использования данного устройства нужно его хорошо промыть мыльной водой и высушить. Теперь давайте обсудим противопоказания данных процедур. К ним относятся острый отит или обострение хронического отита, индивидуальная непереносимость компонента средства для промывания, аллергические реакции на компоненты средства для промывания, частые носовые кровотечения, доброкачественные и злокачественные новообразования полости носа или полная непроходимость носовых ходов. Также никогда не блокируйте противоположную ноздрю с целью предотвращения свободного вытекания раствора. Также не стоит применять данную процедуру перед сном, так как вода может капать из носа еще какое-то время после промывания. Если вы почувствуете жжение или покалывание или какой-то дискомфорт, следует уменьшить количество солевой смеси, то есть концентрацию сделать меньше. Также запрещается ложиться при применении данного средства, то есть мы промываем нос в положении стоя, никак не лежа. Также рекомендуется использовать данную процедуру перед применением предназначенных назальных спреев. На этом я сегодня с вами прощаюсь. Надеюсь, вам было полезно, интересно. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои эмоции, свои комментарии, делиться опытом, делиться роликами с друзьями, потому что для кого-то это может оказаться очень полезным и очень важным. Всем мира, добра, до новых встреч!